Русский старт! Внесем в привычный строй песен музыкальное разнообразие. Русский старт на русском, следим за музыкальными новинками, премьерем самое лучшее, что вышло на неделе, и устраиваем смотрины молодым и крайне перспективным артистам. Вот кто готовится стартовать в эту пятницу. Джонни уже готов к осени. Красивая и слегка меланхоличная новинка на сезон дождей называется «Не смогу забыть». Очень бодрая работа Криса Янка, также в плейлисте «Русского старта» называется «Потанцуй со мной» обязательно, но ближе к середине часа. Ира Павлова, которая, впрочем, не против фамильярного представления, просто Павлова, наведет мосты любви и дружбы между Москвой и Тегераном. Это столица Ирана, если что. А вот артист, который не просто представит свою новую песню, но сделает это лично, потому что он получил приглашение в студию главной радиостанции страны «Слейм» в гостях «Русского старта». «Русский старт» на русском радио. Ну, «Слейм» так «Слейм». Слава, привет! Привет, привет, добрый вечер, добрый вечер. Слава «Слейм» значит 28 лет в жизни Вячеслав Исаков, правильно? А если тебе 28, ты уже, может быть, и Вячеслав Вячеславович. Так, я тебе могу представить. Можно и так. Ну, пока что мне нравится просто Вячеслав. Хорошо, значит, «Слава Слейм» можно я так тебе буду называть на протяжении нашего сегодняшнего эфира? Да, конечно. Или просто тебе «Слейм» удобно? Можно просто «Слейм». Ну, так, люди, знаешь, сейчас какая-нибудь домохозяйка где-нибудь включает, что это за «Слейм», кто это, что это? Ага, хорошо, давай «Слава Слейм». Давай «Слава Слейм», чтобы человек, но какой-то талантливый, а не просто «Слейм». Все, значит, «Слава», разумеется, пришел не просто так, для того, чтобы вам, дорогие друзья, подруги и все, кто нас слушает, представить свою новую песню, называется «Призрак». Да. Да, собственного сочинения, купленное задорого, подаренное с барского плеча. Откуда эта песня? Слушай, ну, обижаешь на самом деле, это всегда собственного сочинения. По-разному бывает у всех артистов, поэтому и спрашиваю. Да, 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 так я же и по-доброму говорю, обижаешь, конечно. Сами, сами написали эту песню, сами сделали. Сами, это значит, ты и еще сколько-то приглашенных. Ну, мы работаем обычно в паре. Человек, музыкальный продюсер, который делает музыку конкретно, и я отвечаю уже за текст. То есть, это как-то так. Ну, там есть еще с тобой очаровательная девушка. Да, да, да. Правильно, Стейси, да? Стейзи. Стейзи, да. Ну, Настя, насколько я помню, да? Да, все верно. Ага. Все верно. Это кто? Это почему не из Blackstar, как и ты? Да слушай, у нас же такая история, что мы были оба на проекте песни на ТНТ. Так. Вот, мы знакомы еще с тех времен. И когда мы написали песню, без нее еще, со своим другом, сам продюсером, и мы такие, блин, здесь нужен красивый женский вокал. Сто процентов. И мне первая в голову пришла, это именно Стейзи. Потому что она очень круто поет. А тебя не пытались убедить, что у нас у самих некуда складировать новых артисток женских в Blackstar? Ну, у вас в Blackstar. Возьми какую-нибудь оттуда. Да нет, слушай, такого у нас не было. Все, у меня возникла мысль связаться с Настей. Она такая, да, слушай, классная идея, погнали, сделаем. Сделали, показали трое, говорят, красавцы выпускайте. Ой, а кому показываете, как у вас там это худсовет, кто Пашу приезжает лично слушать? Да слушаю, ну, как приезжать лично, у нас же есть чат, и сейчас же такой современный мир, так скажем. Нет, ну у вас планерка там, каждый понедельник. А, да нет, нет, ну прям каждый понедельник такого нет. Слушай, у нас так все свободно. Условно, мы сделали песню, показали ему, Павел Викторович, говорю, смотрите. Он такой, о, дает свои комментарии, молодцы, газуйте, делайте. Какие комментарии дал, обязательно спрошу после прослушивания песни. Давай. А пока, значит, друзья, у нас всегда же демократия, поэтому, как только послушаете песню, вы напишите что-нибудь моему гостю. 8-916-003-105-7, ватсап работает, поэтому приятненькое что-то, очень приятненькое. Или, может быть, какой-то смайлик тебе пришлют. А уж мы сами его истолкуем, хорошо это или не очень. Песня называется «Призрак», что хочет сказать людям, на что им настроиться, как вот это осознать, осязать. Просто расслабьтесь, дорогие друзья, и приятного прослушивания. Ну, давайте послушаем премьера большая «Слейм из Тейзи». На русском радио он называется «Призрак», а после обсудим. Твое тело мое бросит, но, мое тело твое бросит, и стало много вопросов, и ты знаешь, почему? Я всегда зуба сатана, я-то бы досыта, кто будет еще там после, когда я уйду. Я уже все равно, перед тем опять будешь отводить свои глаза в сторону. Дыма в очередной разоледешь карман, а кому в голову? Я двигаюсь сам, это дело в счастье, поддержим местам, где мы были вместе, но уже не с тобой. Я тебя уже не жду, сколько раз обнулиться пытались мы, на силы остались ли? Я тебя уже не тешу, ведь наше лето посыпалось к сентябрю. Держались так близко, разбежались быстро, и я впервые в который день не думаю о тебе. Метый призрак, мою черность близко, и мы остались в комнате, лишь под каменной проводи. Знаю тебя наизусть, знаю каждый твой стык, но, видимо, наши с тобой поцелуи, не нашли общий язык. Я, может, попробую снова, не, может, попробую соло, ведь прояснилось, что совместимость отнюдь нулевая как кола. Эти качели вверх, не суди, не вернись, мне каждый раз дают повод, ведь все твои выстрелы в холостую пьют из меня снова холостого. Теперь я все по тем же местам, где когда ты хотел найти, но так и не отыскал. Держались так близко, разбежались быстро, и я впервые в который день не думаю о тебе. Метый призрак, мою черность близко, и мы остались в комнате, лишь под каменной проводи. Были близко, но разбежались быстро, и я впервые в который день не думаю о тебе. Метый призрак, мою черность близко, и мы остались в комнате, лишь под каменной проводи. Русский старт на Русском Радио, Слейм и Стейзи, премьера «Призрак». Ну, сейчас будем аплодировать тебе. Ой-ой-ой, ну, спасибо огромное, спасибо большое. Ну, подожди, это авансом от нас. А что страна тебе скажет? 8-916-003-105-7. Страна, пятница вечер, не спите. Напишите Славе что-нибудь приятное. Смайли какой-нибудь пришлите, а мы истолкуем. Какое впечатление на вас эта песня произвела? Я у тебя спрашивал, какие комментарии давал Пашут. Ты говоришь, ну, не все, можно в эфир выдавать. Он матерится, что ли? Так мы же все люди, ну, в целом, ты, конечно, ну, бывает. Но он же такой интеллигентный, типа. Ну, честно, да нет, со мной, я не помню, когда он последний раз матерился. Нет, это я к тому, что у нас нет такого просто хвалят тебя всегда. Он скажет свое мнение, как ему кажется на его взгляд, что можно поменять. Но он говорит, ну, дело за тобой. Смотри, как сам. Хочешь, меняй, хочешь, выпуская, как есть. Вот такое у нас отношение. Слушай, ну, после этих слов понятно, что ты будешь делать. Конечно, менять. Ты хитрый человек, это такая легкая мотивация, конечно. Скажи мне, значит, ну, твой путь к успеху был достаточно витиеватый, насколько я понимаю. Я почитал до песен, ты чего только не успел поделать, да? И тут пел и то-то-то-то-то. Но все-таки песни тебя, вот ты почувствовал, что импульс они тебе дали. Мы говорим про проект песни? Да, 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 да. А, сто процентов. Именно такой большой толчок в плане карьеры. Это запустило мою карьеру на самом деле. Все, что до этого, это мои такие попыточки чего-то добиться. Вот, хотя бы какой-то величины. Ну да, до этого я там стелил газон, продавал пиво, работал в колл-центре везде, где мог. До этого стелил газон, а сейчас стелит рэп. Стелит рэп, да. Ну вот, ну как-то так, я где мог, везде просто сувался. Он выступал на разогревах, там, я геншпиле, еще где-то, какие-то баттах участвовал, цеплялся за любую возможность, в общем. Но это было локально. А чувствовал, что, ну я вот не знаю, как у тебя, хотя ты достаточно быстро, да, 28 лет тебе сейчас, а ты уже с какого, с 18-го года? Что? Песни же в 18-м году были. Ну, 19-й год. Да, я имею в виду, чувствовал, что, ну не знаю, какую-то апатию, там, что вот уже не могу больше ходить на эти пробы, уже эти проекты, было ощущение, что если сейчас вот не выстрелю, там, все, уйду, стелить эти газоны, и буду строить карьеру там. Знаешь, я об этом даже не думал, на самом деле. Ты позитивный человек очень, потому что для тебя видно. Ну, спасибо, конечно, я рад, но я не всегда такой, на самом деле. Просто, знаешь, у меня была какая-то большая цель, тогда я очень хотел попасть на лейбл, очень хотел в Blackstar, и я настолько, и реализоваться, чтобы признание какое-то, знаешь, получить. И это я настолько горел этим, что вот эти многие годы, многие годы неудач, давай я так скажу, ну, не сбивались с ног. Я такой, не получилось, окей, посплю сегодня, завтра встану с новым настроем, сделаю еще раз. Как-то визуализировал собственное желание? Сто процентов. Как? Знаешь, я дам пример, скажу, на проекте песни. Перед каждым концертом я прям ложился, представлял все до мелочей. Софиты, свет, звук, люди как сидят, как я пою, у меня мурашило, знаешь, у меня прям мурашило. И все получалось так, как я визуализировал. Я обычно такой скептик, ну, знаешь, в этом плане, но тут я такой, вау. Какое-то предвидение. Сколько доллар будет стоить осенью? Осенью, мне кажется, 96-97. А я вижу ужас в глазах у Слава, он сейчас чуть ляпнет на всю страну, да? Ладно, проверим. 96-97, твой прогноз записан. Да, хорошо. Слава, Слейм, в гостях у меня «Русский старт» на русском радио, скоро продолжим. Провожаем пятницу под самую новую музыку на русском радио, это «Русский старт». Сегодня у меня в гостях Слейм, Слава, привет. Всем привет, еще разочек. Он пришел с новой песней, называется «Призрак». Если вы ее пропустили, а мы вам сейчас ее напомним, ну а что же мы вас так будем держать в неведении, да? Вот, Татьяна. Ну, Плесовая, для вечера пятницы. Она идеально, по-моему, подходит сюда. Для тех, кто уже на даче шашлычит, можно хоть через костер прыгать. Ладно, я вас просил, что-нибудь Славе приятное написать? 8-916-03-105-7, это наш WhatsApp, или неприятное? Ну что-нибудь напишите, подбодрите молодого артиста. Скоро прочитаем, пока возвращаемся к разговору. Значит, долго и упорно шел к Славе, Слава шел к Славе. Да, потом попал на шоу песни, где, собственно, и... Ты же победил? Да. Да, где, собственно, и победил, и попал к Тимоти, верно? На лейбл «Блэк Сар». Ну, сначала к Тимоти в команду, да, потом на лейбл. Он сказал, кстати, это же такая история, это же еще до... Ты, получается, пришел до разделения, да? Да, за год, по-моему, через год это произошло. На твоих глазах все эти бури были. Все, все страсти на моих глазах. А сейчас, кстати, слово «Тимоти» можно в «Блэк Старе» употреблять, или это под запретом? Слушай, конечно... Он как Луан де Морт у вас, что это, нельзя называть его. Да нет, конечно, можно все спокойненько. Все, что ты думаешь, можно говорить, в общем. Ну ладно. Как-то так вот. Смотри, в комментариях под любой песни, которую выпускают достаточно молодые артисты «Блэк Старе» пишут, ну, 50 на 50. Кто-то пишет, вау, классно, потому что все равно вы следите за трендами, за то, что там зайдет, залетит. А остальные пишут, не, «Блэк Старе» уже не тот. Вот ты... Ну, понятно, что ты скажешь, не-не-не, все нормально, лучше впереди это нормально. Но ты можешь сказать, что что-то кардинально поменялось с тех пор, как ты пришел в «Блэк Старе» и что сейчас там? В чем отличие? Ну, говоря о людях, которые пишут, что «Блэк Старе» уже не тот, ну, я думаю, всегда... Ну, и понятно, что это Тимоти из 10 аккаунтов сидит и сам пишет. Это мы все понимаем, но тем не менее. Как бы все меняется, время же не стоит на месте, меняется музыка. Если раньше, условно, даже в 16-х годах «Блэк Старе» это были такие бородатые, мускулистые, большие дяди с такой грозной музыкой, условно, сейчас это абсолютно разнообразные артисты. Там, начиная от хип-хопа до поп-музыкантов. И слава богу, но уже к Лаве Кокке не пойдет борода. Ну, сто процентов. Это точно, да. Да и у меня никогда не растет, знаешь, я как бы не старался. Ну, подожди, вот 30 стукнет, будет как у... А Дони у вас по-прежнему? А Дони уже нет. А уже, вот. Уже нет, да. Дони нет, а борода и будет. Ну, в общем, ты хочешь сказать, что просто время идет, музыка меняется. А внутри подход какие-то принципы? Или все так же, как и было? Машина работает как часы. Слушай, ну, насколько я слышал и как я могу наблюдать, я не застал те времена, когда говорили, что там жесткий Blackstar и так далее. Сейчас все становится более лояльно. Вот как я там сколько, 5 минут назад говорил, что у нас, ну, хочешь трек выпустить, если он даже будет не нравиться руководству, ты имеешь на это право, как бы выпускай. Ну, вот. Условно, если на таком примере брать. Но за свои. Нет. Саша, было бы такое условие. Не-не-не-не-не, все так же, так же лейбл помогает. Ну, класс, супер, очень рад. Продолжим разговоры о тебе и о лейбле, и вообще о планах и перспективах. Но сначала время для очередной новинки. Джонни, как относишься к этому артисту? Супер. Это супер. Искренний, настоящий человек. Мы с ним, мне удостоилось честь с ним знакомым быть. Вот. Поэтому он очень крутой. Были недавно на его концерте, он просто разорвал. Пел ли он там новую песню, которая называется «Не смогу забыть»? Нет. Эту еще песню не пел. А у нас поет. Новинка в «Русском старте», очередная премьера. Джонни «Не смогу забыть», послушаем, потом оценим. Ну, я уже сказал, что песня на осень такая лирически-драматичная. «Не смогу забыть», премьера на «Русском радио», «Русский старт». Отбираем лучшие новые песни, дегустируем, тестируем. Вот сегодня Слава Слейм у меня в гостях, вместе с ним делимся впечатлениями. Что скажешь по поводу Джонни? Ну, вот этой песни. По поводу Джонни мы уже слышали дифирамбы, ты пел. Теперь по поводу песни. Слушай, мне очень понравилось, на самом деле. Я бы в такой спокойненькой обстановочке, за окном дождь, чаечек, пледик, я бы эту песню слушал. На самом деле. Но ты такую для быстрого засыпания картину нарисовал. Тебе не показалось, что такая вот, какая-то немножко сонно-ленивая песня? Меланхолично красивая, наверное, вот так могу сказать. Ну, хитовый потенциал есть? Сто процентов. То есть прям может зайти, залететь, как вы говорите, те, кому до тридцати. Да, залететь, да. Да-да-да. Думаешь? Да, однозначно, на самом деле, однозначно. Гармония, голос, мелодика, музыкальная часть, все круто. Все, я понял, ты в материале знаешь все слова. Значит, по поводу Славы. Я спросил, что там да как, песня супер, Слава клевая, и тебе Слава так держать. Привет из Ельца, много разных приятностей. Девчонок, передайте Славе, что я хочу от него детей. А, ничего, я тебе клянусь, вот я вижу, я тебе сейчас покажу. Даже могу сказать, от кого. Ребятушки, спасибо огромное, очень приятно. Так, ну это не ребятушки тебе пишут. Ребятушки, девчатушки. Девчатушки, девчатушки. А есть и конкретные предложения, что вот я вокалист, пишу песни, можно ли показать? Да не вопрос, а почему нет? А ну чужой ты поешь? А, тут с этим предложением, чтобы продать песню? Ну да. А не то, что ты послушал, сказал, спас, мотивирующий, сказал спичек, молодец, иди. А нет, да, я думал, люди как раз таки хотят прислать песню, чтобы послушать, может помочь в чем-то, да, с точки зрения там субъективного опыта какого-то. А демку показать там, да, наверху? Демку показать, да, ну из этих соображений. Вот, а так если, ну, можно написать в нелезиограмме, да, мне написать. Новая социальная сеть. Да, 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 вот недавно появилась как раз таки, и я там послушаю, и мы уже посмотрим. А вообще бывают варианты, что тебе что-то, чье-то нравится, и ты забираешь? Раньше, до прихода на лейбл Blackstar, я прям относился к этому категорически. То есть я прям не принимал, нет, музыкант должен писать сам. Сейчас я понял, я принял эту политику, и условно я услышу припев какой-то классный. Я такой, вау, вау, ты круто написал, чувак, давай мы попробуем, и я туда влетаю с куплетами. Вот, куплеты однозначно всегда я сам пишу. Но ты поющий рэпер, получается, да, ты не только читающий, но и поющий. А у тебя музыкальное образование есть? Нет, я самоучка как-то по интуиции, по видео каким-то. Самоучка, это значит, что ты учился играть на инструменте? Нет, не на инструменте, пытался петь, смотрел уроки, знаешь, в видео в сетях. Вокалистов? Да, да. Реально, прям распевался перед монитором? Ну да, старался, и большее дало практике, что я слушал других ребят и пытался повторить их песни. Просто перепевал другие песни, и, соответственно, интуитивно начал понимать, как эти ноты устроены. Давай сейчас будем на Анне Семенович тренироваться. Погнали. Поем вместе с Анной Семенович, мой человек, здесь на Русском радио, продолжим общение. Это я, напротив меня сегодня Слава Слейм. Слава, еще раз привет тебе. Привет, привет. Но, между прочим, перед тем, как стать Слеймом, я почитал, что у тебя же тоже металла. Да. Разные у тебя были варианты. Кто ты был? Крайм. Слава, Крайм. Крайм. Рэм. Рэм. Или еще что-то. До меня даже девочка с города, с моего родного города Альметьевск докопалась. Когда у меня был ник Крайм, а у них была группа, тоже Крайм называлась, две девочки. И она написала мне в, я не помню, в соцсети, по-моему, в ВК это было. Да я тебя по судам затаскаю, вот такое, да? Это ты более культурно сейчас говоришь. Она говорит, значит так, если ты не удалишь, если ты не переименуешься, мы тебя найдем, да? Нас двое? И заставим, да. Я такой, нет, не переименуешься. Такие, ну ок. Мы разошлись на это. Но по итогу ты переименовался, значит девочки-то нашли тебя по итогу. Все хорошо. Я прочитал, ну я как собирал информацию, что ты вкладывал в Слейм, и ты говоришь, я уже не помню. Слейм и Слейм хорошо звучит, и пусть звучит. Так и было, у всех какие-то есть значения их имен, а я просто, мне пришло в голову вот эти пять букв, я вбил, главное, просто в переводчик, не переводится ли это как-то плохо, на всякий случай. Это не переводится никак, я такой, о, классно звучит, возьму. Это вот так и произошло. Ну и классно, все, что делается понтанно, все, как правило. К лучшему. И к лучшему, да. Слушай, ну вот смотри, сейчас тебе 28, ты как бы Слава Слейм. В 30 ты уже будешь Вячеслав Слейм. Вячеслав Слейм. Вячеслав Вячеслав Слейм. Это в 35 уже. Да, да, да. Но я имею в виду, ты чувствуешь, что ты становишься взрослее, вот эта вот легкая музыка твоя для социальных сетей, для того, чтобы под нее танцевали, уже тебе как бы не по размеру или нет? Да нет, знаешь, на самом деле, мне 28, я скорее не осознаю, что мне скоро 30. Я как будто в голове до сих пор тот самый мальчишка Слейм, который готов еще покорять, двигаться дальше и так далее. Вот, поэтому... Вот я смотрю ваше видео с Егором Шипом. Вы там просто как два брата и непонятно, кто из вас старший. Да, да, есть такой моментик. Короче, я в душе еще молод. Ты отказываешься взрослеть? Категорически? Да. Пока что, да. Через годик встретимся здесь еще раз. А ты ипотеку возьми. Ты знаешь, как сразу тебе прибавляет. Она отрезвляет. Да, 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 да. Ну, слушай, я думаю, всему свое время еще успею добраться и до ипотеки. Ну, у тебя, кстати, этот вопрос решен. Ты переехал в Москву, ты живешь уже тут, основательно? Снимаю квартиру. Да, 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 поэтому вот. Ну, все впереди, как говорится. А у нас впереди еще одна премьера. Крис Янг. Знаком тебя артист такой? Да, да, слышал. Да, он был у меня в гостях. Очень талантливый парень в одном из выпусков «Русского старта» и отказывается отпускать лето. Классную летнюю историю выпустил. Он называется «Потанцуй со мной». Послушаем? Конечно. Погнали. Пьянг. «Потанцуй со мной». Еще одна премьера. Это пятница в рамках «Русского старта». Слава Слейм сегодня помогает оценивать новинки. Что скажешь? Ну, слушай, довольно-таки заводная на самом деле подвижная песенка. Да, 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 молодец, Крис. Красавчик. Удивительно, просто предыдущие его работы, они другие и по музыке, и по напору, и по вокалу. А тут он прям какой-то заводной апельсин. Я не знаком просто с предыдущими работами. Вот как раз-таки ты сейчас показал это. Я такой, вау, 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 круто. Прикольно. Приободрился еще сильнее. Если такую историю тебе предложат, скажешь, отложишь свой рэп и сможешь такое сделать, выпустить или нет? А, слушай, ну, если в тот период жизни я захочу делать такое, условно, то да. Я себя даже рэпером-то и не считаю в чистом виде. Я люблю и речитатив делать, и люблю миксовать это с вокалом. То есть как-то так. Я даже не знаю, как себя отнести. Поп-поп-рэп артист, либо как. Не знаю. Наверное, так. Синтетик. Ну, жанр. Ну, да. Все вместе. Слушай, а есть песни, которые тебе присылали, ты записывал, записывал, но, помнишь, как в анекдоте, не смогла, но вот не вытянул, не спел. Так и не выпустили ее, да, ты имеешь в виду? Ну, да. Или ты пел, пел, слушай, ну, вообще не тяну, еще позанимаюсь по зуму. Да, слушай, наверное, нет. Если такие песни были, которые делал не только я, в смысле, который писал, то мы в целом все дорабатывали красиво. Дотягивали, да. Там из меня прям выжимали все соки, я возле микрофона все у себя отдавал. Но мы это делали. Слушай, а неужели у вас нет штатного какого-нибудь педагога по вокалу? Ведь у вас столько артистов. Педагога по вокалу нет. Нет такого нет. Удивительно. Ведь у вас, как бы, артистов причесывают, приглаживают, хотят, чтобы они были еще популярнее, так пусть и петь. Ну, слушай, у нас есть штатные звукоинженеры, как бы, да? Это достаточно. Ну, да, в принципе. А вокалиста, а именно педагога, нет, такого не помню. По-моему, классная, по-моему, нормальная, логичная идея. Идея классная, на самом деле, потому что всем нужно развиваться, это как бы предел, это совершенство нет. Конечно. Это актуально, на самом деле, я прям подумываю. А хореографа штатного? И хореографа еще нет. А как так? Да чтобы песни записывать, танцевать-то не надо вроде. Но потом-то с ними надо ехать куда-то, люди же придут смотреть на это. Ну, слушай, вполне вероятно. Ну, вот как-то сами обучаемся, знаешь, вокалы. Самородки. Самородки, да, самоучки. Друг друга. А на соцпакет у вас хотя бы есть? Соцпакет? Да. Не помню. Так, а если ты вот заболел, ты что, идешь за свои? Ну, смотря какая. Нет, если что-то серьезное, конечно, лейбл поможет. Если ты простудился, условно, у тебя кашель, либо что-то, ну, полежи дома, попей чай, полечись, и потом приходи обратно. А если предоплату уже взяли? Кто именно? Ну, за твой концерт, а ты только приболел. А, про концерт? Да. Слушай, я с таким не сталкивался, условно, если у нас был концерт, и я болел, я ехал. Всегда ехал. И, что я заметил, там в моменте тебя отпускают немножечко. Ну, сцена лечит, это всегда. Да. Да, запускается адреналин, тебе классно, но пост, когда ты выходишь оттуда, все на тебя накатывается, ты уже идешь спать. Да. Давайте реанимобиль. Да. У нас, Слава, Слэйм в гостях, русский старт на русском радио продолжается, вернемся через пару минут. Русский старт на русском радио, это значит, что вечер пятницы, мы сегодня в компании Славы Слэйма, Слава, привет. Добрый вечер, добрый вечер. Пишут люди, а я его не знаю, вот только сейчас узнал, оно вот видите, как хорошо. Ну, ну, слушай, приятно познакомиться. Для этого же все и задумывалось. Есть. Узнали, хорошего артиста, хорошего человека. Спасибо. Ты, значит, с концами приехал в столицу или еще что-то там тебя держит, периодически возвращаешься на родину. Нет, нет. Вся семья тут, все перевез. Все уже здесь, уже в Москве, вот как года два, наверное, получается. Что за, какой у тебя контракт, на сколько лет подписан? А, это конфиденциальная информация. Арабство, что ли? Нет. Обычно так отвечают, когда... Нет, 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 как бы все нормально, как в любых организациях есть открытая информация, есть какая-то конфиденциальная информация. Это я к вопросу о том, что ты будешь дальше делать, что ты думаешь, вот все так тебе нравится, ты остаешься, и пока есть работа, возможность будешь так и молотить за кромородину. Да, да, на самом деле как бы все хорошо, все, сейчас я в поисках себя, да я в вечном поиске на самом деле себя, какого-то своего музыкального стиля, вот, поэтому сейчас буду исключительно работать над музыкой. Ну, давайте посмотрим, что пока нашел Слейм на эти минуты. Новая песня его называется «Призрак», вот так она звучит. Это было мощно, это было кхе-кхе не мое. А микрофон был включен? Конечно. Простите. Ну, ты бы мне подал бы знак какой-нибудь, что убери, я бы убрал. Прошу прощения, дорогие друзья, если это вас смутило. Ничего, ты слушай, мы все свои люди, ты что? Ну, вот такая вот веселая история, да, я спросил, 28 лет, не хочешь ли петь что-то серьезное, социальное, про любовь? Говорит, нет, мне все нравится, буду вот такую выпускать. Только это же как раз-таки и про любовь песня. Да, конечно. То, что мы сейчас услышали. Она разная бывает. Любовь бывает разная. Но вот это вот страдание, наматывание на кулак, это не твоя, да, история? Ну, прям настолько, чтобы прям уже, грубо говоря, ныть? Нет, нет, это не моя история. Моя больше с позицией, знаешь, что хочется. Ну, вот вы расстались, ну, ничего страшного, все как бы, все пройдет, все нормально, такое бывает, случается в жизни, и надо двигаться дальше. А ты в жизни, это ты так по отношению к другим, а сам ты так же воспринимаешь все истории? Личные, там другие, все нормально, страдаю ровно сутки до следующей электрички. Ну, грубо говоря, все равно немножечко, мы же все люди, и в моменте ты все равно хочешь пострадать, видели себе какое-то время определенное на это, но не застревать просто, главное, в этом состоянии. Жизнь же, она не стоит на месте, она продолжается, найдешь еще себе своего родного человека дальше. Это если касательно любовных тем. Все, хорошо, поняли, хорошая позиция, она как бы позволяет не закрывать вовремя гештальты. Да, да, не растиснуть. Осторожно, гештальты закрываются. У нас еще одна премьера, Москва-Тегеран. Нашей нерушимой дружбе с Ираном, видимо, посвящается артистка, которая предпочитает, чтобы ее назывались исключительно по фамилии, Павлова, а так она Ира. Послушаем песню и оценим. Вы как хотите, мы танцуем. Павлова, Москва-Тегеран, еще одна премьера в русском старте, а по-моему, очень заводная песня получилась. Довольно-таки весьма. А в куплетах там мы вообще в смыслах сначала терялись-терялись, там то герань, то еще что-то, но все. Главное, что ничего не завяло там по итогам. Конечно, конечно, а потом как поняли. Подбодри артистку, пожалуйста, понравилась тебе песня? Слушай, молодец, только вперед, только вперед. В Тегеран. Ну, Москва-Тегеран же-то, да? Да, 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 да. Не, ну, неожиданно, очень необычно, очень необычно. Я тебя предупреждал, что у нас тут Бермудский треугольник, в том смысле, что ты заходишь, и кажется, что у тебя целый час, а потом смотришь на часы и понимаешь, что пора уходить. Да брось, час пролетел почти, 50 минут, да. 50 минут, нам надо выйти из эфира, у нас осталась ровная минута. Да как это работает? Это минута твоя, минута, вот, что хочешь, то и говори. Зови людей на концерт, подписываться, дружить, что, денег проси в долг, что хочешь, то и говори. Ну, во-первых, на самом деле, хочу поблагодарить за то, что вы пригласили меня сюда пообщаться. Это очень, очень было, на самом деле, круто и здорово. С удовольствием, очень рады. Очень рад, благодарю. Вам, дорогие друзья, желаю приятных, классных выходных. Никогда не грустите, не унывайте, все будет классно. Всем добра. Ох, какой позитивный человек, а. Спасибо, вот нам пишут, спасибо за чудесный вечер. Ой, как здорово. Видишь, девочки, не переключили, даже за чаем не могли уйти, слушали тебя целый час. Не отрывались. Не отрывались, да. Спасибо, что пришел, что тебе подсказывает тут внутренний голос в виде пиар-специалиста. Ну, давайте, что у нас? Пиар-специалист подсказывает, что если вам понравились мои песни, подписывайтесь на мои социальные сети. Да-да-да. Следите, там будет много всего нового, на самом деле. И я очень буду рад вас видеть там. Все, обязательно придем в твои социальные сети на концерты. Позови, когда ближайшие-то? Ближайшие в Москве пока что не знаю, на самом деле. Просто в других городах они будут. Выезжаем. Слава Слеем был у нас в гостях. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Успехов, просветания. Хорошая песня «Призрак». Пусть у нее будут там просмотры, прослушивания, все, что надо, пусть все будет. Благодарю. Пусть все будет хорошо, это же «Русское радио». Спасибо, 10 минут до выходных. Спасибо, что были. Все, оставайтесь, все будет классно. Русский старт.